всем привет с вами роман раскольников и сегодня мы поиграем в игру под названием the good фазы 2 или в переводе на русский крестный отец как я я играл в смайт в общем-то у меня там не задалось заснять вам видео полностью физическая сила и я еще также хотят попробовать локи у меня два раза вылезло я забил вот решил поиграть в крестный отец я его недавно скачал чтобы играть так вот собственно мы будем играть вы знаете это начинается как будто какой-то как будто как сериал какой-то начинается типа такие роли там главных ролях такой-то такой-то а тут там например серия первая там типа серия первая полицейская облава или типа того короче как-то так так давайте создадим профиль насколько я понял это игра похожая на мафию единственное отличие то что там в мафии мы играли за мафиози а здесь мы будем играть за самого дона мафии также я насколько понял здесь есть какая-то часть стратегии там типа что-то связано со стратегией ну пока не знаю сейчас начнем и посмотрим что будет так видите имя пользователя а ну давайте мы ведем роман раскольников так ух ты так роман раскольников вы не умещаете да давайте тогда сделаем роман раскольников типа крылькуха или рома раскольников не отдавайте роман раскольник типа сокращенно типа крылькуха раскольник будет все-таки как мы мафиози нам давайте продолжим так это автосохранение я знаю как выглядит ну то есть я знаю то что то есть как в этой игре я теперь знаю я знаю то что всегда когда я была в автосохранении там какая-то фигня крутится крутится разная крестным отцом был виток орлеоне я видел его всего пару раз тогда для семьи я был простым бойцом так это получается по ходу по фильму да это по ходу после событий фильма кстати фильм я так и не посмотрел я хотел посмотреть все никак руки не дадут посмотреть пяти семей они вели переговоры а мой босс альдо тропани убирал лишних людей теперь он правая рука майкла держит нью-йорк сегодня везде масса возможностей и новых семей жадных до денег только хайман рот смог собрать всех за одним столом мы хотим поделить кубу там можно заработать больше чем в штатах это благо для семьи для меня меня зовут домини так хорошо сейчас нам нужно будет создать персонаж так подождите минуту мне надо немного прибавить это я вообще ничего не слышу так к сожалению мы уже слышим так музыку как надо что-нибудь будет музыка сделать ну возможно я убавлю вообще чтобы youtube не забанил за музыки он так ну что мы будем делать раз мы играем за дона мафии кстати не понял почему там он говорил мой босс вроде я и есть босс я же дон мафии возможно у донов мафии есть еще какой-то выше то есть дон мафии ты вроде есть крестный отец их вообще назвали прозвали крестным отцам потому что как бы бедные семьи пытались когда у них рождался ребенок короче они пытались сделать так чтобы какой-нибудь дон мафии стал крестным отцом их ребенка ну как бы и тем самым их как бы материальное положение немного улучшалось ну это я где-то так слышал и это я не знаю это не факт это я просто где-то слышал тоже так говорили так ну что давайте мы создадим тогда самого настоящего дона мафии так что нам для этого потребуется давайте посмотрим какие собственно было есть волосы так ужасно так как то не очень так нет такие тоже не нравятся такие нет нет кстати а вот это довольно таки не плохие волосы если получше ничего не найдется я возможно их возьму так ну это вообще ужас кстати а вот если мы черные очки таки круглые одеть он на кого-то будет похож из из фильма какого-то вроде бумер или бригады какой-то такой же мужик был я уже не помню где-то был такой мужик короче у него точно такая же прическа была и черные очки круглые такие он в черном пише очки ушел вроде ходил не помню сколько это фильм он как бы не основным персонажем был он просто как типа массовка насколько я помню но я где-то похоже увидел так ну это вообще уже кстати вот я не да и вот сейчас буквально парочку минут назад играл смайт там у афредита есть скин короче типа она на сцене выступать у нее точно такая же прическа афра да афра называется так ну это какой-то старик уже это старичок уже это тем более вот старик не ну в принципе дон мафия старый это нормально но мы будем молодыми дон это вообще вы сын кстати вот думаю вы сын должен быть какой-нибудь охранник дон или его просто боец давайте такую тогда выберем так щетина что у нас по щетине так нет так ну в принципе неплохо кстати это не очень такими бородатыми не будем слишком что-то как-то не так тоже не то не то не то не то кстати вот так вот мы можно оставить или так вот давайте мы лучше вот так вот сделаем вот я думаю это идеально так давайте посмотрим еще что есть а все это больше нет ничего так брови какие у него брови так обычные тонкие вы выщипанные так изогнутые густые ну не густые он как-то на обезьяну похож ха-ха-ха Так, чё-то они какие-то блестящие белые нам дают. Ну ладно, это не важно. Так, что у нас? Так, голова. Верхняя часть лица. Так, ну, в принципе... Афон, бравей. Ну-ка. Такой типовый миша. А что? Так, ладно, давайте сделаем... Ладно, оставим как было. Фланова лоб. Ну лоб тоже не будем трогать. Лучше сделаем как было. Так, размер головы. Так. Ладно, оставим как было. Так, голова не трогать не будем, нижняя часть лица. Фланова челюсти, форма подбородка. Да, в принципе, у меня всё устраивает. Уши и щёки. Так, форма щёк, форма ушей. Нет, уши тоже не будем трогать. Особенности лица. Что это такое? А, цвет кожи. Так, цвет кожи оставим прежний. Так, цвет... Форма глаз. Так, форма глаз мне устраивает. Цвет глаз... Цвет глаз карий. Так, ну-ка подождите. Давай сделаем потемнее. Давайте вот такие сделаем. Так, цвет глаз такой мне тоже теперь устраивает. Так, нос. Да нос у него вроде как. Нормальный у него нос. Трогать не буду. Так, рот. Так, тоже не нужно такое тело. Тело, чё такое тело? Мускулистый. Тощий, толстый, худой. Так, ну, в принципе, мы всё-таки являемся домом мафии. Я думаю, пойдёт такое тело сложение. Так. Одежда. Так, одежду может поменять, да? Давайте посмотрим. Вверх. Футболки. Просто цвет, да? Нет, дом мафии не будет у нас в футболки ходить. Дэн низки. Так, узор на рубашке. Однотонный. Кстати, вот так неплохо, мне кажется. Это как будто в бойлинге. Да нет, чё-то всё хреново. Фигово. Так, застёгнутый. Ну, застёгнутый получше выглядит, кстати. Руколад длинный. А есть ещё... О-о-о-о. Не-не-не-не-не-не. Так он мне не узнает. Чё-то какие-то фиговые все эти. Так, свитер. Пулловер. Однотонный. О, вязанный. Так, закатанный. На водолазку похоже больше. Так. А короткие? А, закатанные. А чё, нет коротких рук? А, ну фу. Так. Так. Водолазка. А вот и водолазка, да? На мой взгляд. Ммм. Чё-то мне это всё не нравится, не то. А есть какие-нибудь пиджаки, рубашки для отдыха, да? Боулинг. Однотонный. Во! Я же говорю, на боулинг похоже. Рукава. Короткие, длинные. Короткие рукава, давайте. Так, боулинг для отдыха. Так, это чё такое? Так, дополнительный. Расстёгнутый. Расстёгнутый. Ну, это не имеет значения пока что. Водолазка. Мне тоже всё не то. Вот, строгие рубашки. Строгие рубашки мне уже нравятся. Так, костюм. Смокинг. Широкий. Давайте мы возьмём костюм однотонной подтяжки. Нет, подтяжки нам не нужны. Жилет. Так, чё у нас по жилету? Дополнительно. В узорной жилете. Кстати. Так, жилет надо другого цвета сделать. Надо тёмный. Танк какой-то не такой, ну-ка. Я сам на чё-то не то. Ну, так ещё получше. Жилетом, короче, у нас не будет. Поворотник, конечно, застёгнутый. О, галстук. Галстук, галстук. Мне нравится, кстати. Галстук. Какой мы сделаем галстук? Галстук мы сделаем, кстати, такой вот. Давайте пока оставим... То есть это цвет узор, да? Давайте пока оставим чёрный. Рокова. Закатанные. Короткие. Длинные. Рокова длинные. Уже более-менее похожи. Пичаки. Вот у нас печак. Ага, цвет пиджака. Классика. А, мы зря рубашку убирали. Тут своя рубашка. Кстати, неплохо уже смотрится. Так, цвет пиджака мод. Кожа. Домашняя куртка. Домашняя куртка. Домашняя куртка. Так, я, кстати, вроде видел там пальто. Ну-ка, давайте по-то какое есть. Костюм. Сплошной. Пушлат. Смокинг. Для отдыха. Давайте здесь костюм. Расстегнутое пальто. Нет, давайте расстегнутое пальто. Стиль рубашки. Костюм. Смокинг. Широкий. Стиль рубашки. Костюм. Узор на рубашке. Так, однотонный. Так. Цвет пальто у нас будет черный. Так, ну что, стиль, да? Цвет пальто у нас будет черный. Так, я пропустил вот черный, скорее всего, да? Да, вот черный. Так. Воротник застегнутый. Так, еще что-то есть. Галстук есть? О, галстук. Галстук дополнительный. Кстати, вот галстук черный, да? Ааа. Можно сделать фиолетовый галстук? Да, черный с фиолетовым очень хорошо сочетается. Так, ладно. А, это узор. Так. Да, нету фиолетового, к сожалению. Ну, да ладно, давайте, что-нибудь, да. Теперь брюки какие-то странные. Так, теперь давайте мы... Так, ладно, все. Вот так меня устраивает. Уже более-менее похож на мафиотик. Так, низ. Брюки от костюма удобнее брюки. Так, что такое удобные брюки? Так, свободные. О, нет, это ужасно. Это еще хуже. Это как будто натур диска. Ну, в принципе, если брюки получше не найдется, можно такие взять. Ну-ка, давайте поставим на мафиотик в костюме. Свободный. Так. Какой еще есть? О, прямой покров. Вот это идеально. Лен. Смокинг. Нет, давайте лен. Ремень. Конечно, ремень. Ремень у нас будет. Черный, да? Ремень у нас черный. Так, вот уже... Вот уже нормально становится. Похож на... Похож уже на бдона мафи. Так, туфли. Что у нас тут? Так, удобный туфли. Давайте сначала удобные. Сандали. Кстати, я бы... Я бы сказал неплохо, но давайте еще что есть. Кеды. Нет, кеды не будем это сказать. Боллинг. Так, боллинг. Так, ладно. Давайте, что у нас за... Оксфорд. Оксфорд. Ларкированные. Двухцветные. Зуд. Нет, зуд нам не нравится. Давайте сделаем вторые по счету. Такие вот. Не устраивает. И сделаем их... Так. Черными ли такими оставить? Нет, что-то как-то сливается слишком... С бру... Давайте сделаем вот такой темно-коричневый. Так, давай. Перчатки и кольца из аксессуала, вот так. Перчатки без перчаток. Так, нет. Так. Нет, это уминается. Так. Из пальцев тем более. На воров похож. Кольца. Так. Левая. А вот. На мизинце кольцо, да? Палец для кольца. Обе. Давайте слева у нас будет на мизинце. Так. Кольца правая. А на правой у нас будет два. Так. Понимаю, модель и цвет мы не можем убирать. Так. Через у нас часы. Часы у нас где? На левую таскают вроде. Ну, правши на левую, потому что дело сложнее. А на правой левши. Ну, часы не видно, конечно, но... Пускай будет. Так, перчаток у нас нет. Так что это не нужно. Так, очки. Без очков. Так, кстати, неплохо, так неплохо. Не, такие мне не нравятся. Вот, кстати, вот такие вот очки, да? Действительно. Не крулых, вот в таких очках вроде было. И прическа такая была. Как сказать. Ну, о которой я говорил вначале, я в какой-то фильме видел. Я потом попробовал пересмотреть за парикаду и... Умор. Скорее всего, я их в этих фильмах видел. Ну, не, это ужасно. Снайпер. Не, такие не нравятся. Давайте вот возьмем самый первый. Так, цвет, конечно, мы не можем. Да? Ладно, так оставим. Так, аксессуары. Мы еще шляпу не поставили. Какие есть шляпы? Нет. Плохая шляпа. Так, это на таксиста похож. Нет, вот это... Вот это на таксиста похож. У меня уже появились две идеи насчет персонажей. Я их даже еще играть не начал, но у меня уже появились новые идеи. Так это тоже... Ну, так... Довольно таки неплохая. Это знаете, это скорее всего на шпиона похож. Ладно, будем из шляпы. Так, вроде у нас все. Так, давайте внести теперь. Тело. Так, вот. Ну, плохо. Вот так. А, вот крутится. Так, ну, в общем-то, я думаю, неплохо. Думаю, на Дона Мафии мы немного похож. Ну, и даже если не похожи, мы похожи на какого-нибудь богача, это точно. Да, я думаю, мы идеально... Так вот... Выглядим. Ладно, да. Вот такой персонаж мне устраивает. Так, кубок, вот я не успею прочитать. А, вот. Так, вот. Я что-то здесь схожу. Ну, доктора не согласны. Ну, кто их слушает? Так, у этого стрика, походу, Динарка. Вот каких успехов мы добились на Кубе. Здесь же не правительство знает, как содействовать бизнесу. Любой отель здесь богаче и роскошнее, чем все наши с копом взятые клоповники в Вегасе. Не все отели. Майкл Корлеоне не в счет, конечно. Но речь не об этом. Так, это... Раз он его перебивает, это, скорее всего, типа правая рука его. А может, он сейчас откинется, и я стану Доном за место него? И... Когда я уйду на пенсию... Вот он, скорее всего, из Санкт-Петербурга. Все свои дела на Кубе я передам вам, друзья мои. Моим партнерам. Семье Корлеоне и Альдо Трофани. А, вот-вот-вот, вот мой гост. Я рядом с ним стою. Получит Рико Гранадас. Кстати, он чем-то похож на мистера Бина. Он приехал сюда аж в сицы. А остальным достанутся заведения, не связанные с казино. Я так старался, одевался, они все как-то свободно одеты. Я очень сильно выделяюсь здесь. Копы всю дорогу сидели у него на хвосте. Мы все рады, умница. Оба самые два. Только мистер Донку такой способен. Прэда. Ты похож на брата. Ты умен. Ты думал когда-нибудь о собственном деле? Что-то он как-то странно выразит. Так он на всех смотрит. Так, все. Так, диалог. Ну, с этим бы я сам. Эй, а че он так бегает-то? Отличный вечер, скажи. Я так одевался, чтобы бегать-то как дурак. Как бегать-то нормально. Еще сильнее? Я знаю. Сюда, Доминик. А, вот все, нашел как правильно ходить. Все, вот как будем ходить. Как дурак бегал. Ну что, Доминик, тебе нравится на Кубе? Тут хорошо, Майкл. Мне нравятся такие городки. Особенно после толкучки в Нью-Йорке. Хорошо. Когда сделка закончится, мы будем творить великие дела в этой стране. Завтра Новый год. Начало новой эпохи для семьи Корлеона. Салут. За будущее. А, это походу Новый год. А где Альдов? Он внизу празднует. Поговори с ним. Убедись, что все готово к завтрашней встрече. Я думал, это только день рождения. О, кто-то там на... Кто-то костер на крыше выстрел, танцует. Блин, музыка тоже. Подождите. Так, во-первых, мне надо вообще звуки убавить, потому что я ничего... То есть мне слишком громко в наушниках. Так. Звук. Субтитры. Субтитры нам вроде не нужны, она полностью русская. Громкость музыки. Так, громкость музыки у нас уже почти убавима. Так, хорошо. Сейчас я у самого компьютера убавлю звук. Так, все, я вернулся. Чуть-чуть убавил звук, а то слишком сильно в наушниках громко было. К сожалению, наушники купил, а потом уже только понял то, что я купил их без регулировки громкости. Фредо, ну как отдыхается? Эй, привет, Доминик. Замечательно. Там внизу намечается пышное празднество по случаю Нового года. Собирается цвет общества. Сам президент должен приехать. Увидимся на празднике. Альдо уже внизу. Только какой-то он странный. Мне кажется, он чем-то обеспокоен. Ты Доминик? Правая рука Альдо в Нью-Йорке? Привет, я Хайман Ротт. Мистер Ротт, какая честь. С днем рождения. Спасибо. Замечательная страна, не правда ли? Вот завершу сделку и переселюсь сюда из Флориды. А Майкл пусть ведет дела дома. Так, насколько я думал, я буду играть за Дона мафии, а не за правую руку. Я, походу, что-то ошибся, что ли? Или меня повысят? Хотя, как меня могут повысить, если уже есть Дон? Не в службу, а в дружбу. Сначала Куба, потом Америка. Я не могу разорваться. Корлеон отвалил два лимона наличными. Сипаться. Куда мне с этим тягаться? Так, насколько я знаю, Корлеон это мы. Ну-ка, что ты там говоришь про нас? Эй, что за мной-то я просто тут хожу-то? Я тут на званчике хочу посидеть. Не, как-то это странно выглядит. Еще раз, кто ты? Меня зовут Доминик. Я работаю на Альтотропане в Нью-Йорке. Си, это так. А я Самуэль. Самуэль Мангана. Моль Тольетто. А разве мы не семья Корлеона? Или Альтотропане это как-то какой-то другой босс? Фредо, брат Майкла Корлеоне, так? Не знаю. Я Рико. Рико Гранадас. А ты Доминик. Я работаю на Альтотропане в Нью-Йорке. А, человек Майкла Корлеоне. Я знаю Тропане. Пытался привлечь его к сделкам с недвижимостью во Флориде. Он умный мужик. Там на этих участках сплошные болота. Да. Так, да, вот. Я из семьи Корлеоне. Походу, Альтотропане это... Наш партнер. Чё ты так смотришь странно на меня? Я вызываю подозрения? Мне кажется, тут все мафиози собрались. Тебе это не кажется странным, да? Почему я кажусь самым странным? Это потому, что я лучше их одет. Так я одеваюсь нормально, у меня есть вкус. А не такой бескусицы, как вот эти вот. Чё ты от меня хочешь? Ола, с праздника. Ну понятно, вас научили нормально разговаривать с людьми. Как они говорят, Фелис Нуэво Аньо, как-то так? Скоро Новый Год. Фелис Ана Нуэво. Интересно. Смотрите, как она тянется на меня. Чувак. Ей с тобой очень скучно. Смотрите, как... Смотри, как она напрягивается на меня. Эти мятежники, они просто вскины. На всё готовы даже на смерть. И что... Ну ладно. Чё-то когда-то странно. Так, эти куда-то ушли уже. Я хочу танцевать. Давай вы танцевали. Круто. Кстати, а вот шляпа у него прикольная. Почему? Почему не было такой шляп? Только нельзя пройти, да? Чего тебе надо? Мне надо пройти. Что у нас тут? И что будет делать Батиста? Ну чё? Ты меня угрожаешь? Говорит нормально. Эй, дурак какой. Так. Так. Так, мне скорее всего надо вниз спуститься. Сейчас посмотрим, что у них есть. Дверь закрыта, да? Так, ну всё. Мне всё равно. Давай вернёмся во Флориду первым же рейсом. Так. Тут у нас закрыто. Даже пишут недоступно. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут вообще есть. Вот не ожидал. Посмотреть всё. Так. Ну это походу выход. Нам пока не нужно выходить. Так. Выход за пер. Будем надеяться, они скоро закончат. Так. Босс стоит. Извини босс, я этот туалет ещё сейчас я похожу тут. Посмотрю твои есть. И не поговорим. Так. Выход, да? То, что закрыто. То, что закрыто. Так. 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 А может посмотреть что там? Ну-ка. Сейчас. Типа этот. Каждый день. Посмотрим. О, там что-то горит. Там пожар. Ребята, у вас пожар. У вас пожар. Там пожар, нам надо быстрее сваливать отсюда. Сейчас походу этот. Пожар будет. Босс, все в порядке? Майкел хотел убедиться, что все готово к завтрашней встрече Не волнуйся об этом, Доминик Я уже обо всем позаботился Просто мне хочется скорее вернуться в Нью-Йорк Я не верю словам президента насчет мятежников Не хочу здесь задерживаться Так, давайте будем отыгрывать роль Такого рассудительного, самого настоящего макфиози Не волнуйся, Альдо Майкл, Фредо, сейчас начнется обратный отсчет Альдо, все готово для завтрашней встречи? Конечно, Майкл, можешь не волноваться Сеньорос и сеньорос Ввиду серьезных поражений наших войск в Гуантанамо и Сантьяго Мое положение на Кубе ничем не подкреплено Я ухожу со своего поста в избежании дальнейшего кровопролития Возвращайтесь по домам Машины оставьте у отеля Я должен немедленно покинуть город Желаю вам удачи Президент Куба? Прощайте 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 Альдо, выведи нас отсюда Президент Куба подрабатывает с ивцом? Доминик, где черный ход? Чтобы не лезть сквозь толпу А я откуда знаю? Что-то у меня спрашивают Если нас заметут, то уж точно посадят И выпустят, ой как не скоро Кстати, вот посмотрите, кто из нас больше похож на босса Вот он И все-таки я Тут есть черный ход Так оно безопаснее Я типа главный охранник у вас, что-ли? Начальники революционеры Наверняка ведь устроят охоту на тех, кто поддерживает президента Вот походу почему пожары будут Походу война началась Альдо, выведи нас отсюда Так, сейчас походу драться будет Считаю, да прикольным его Отлично Ну он слабак, конечно Господи, там снаружи похоже толпень Это повстанцы, они не опасны Ну как будто смотрят Ну-ка, открой рот, посмотрим, что там, какие зубы Тебе лечить надо, вы бы, короче Что такое было? Как удар? Его ударить, да? Ну все теперь Подожди Не нарывайся Ну-ка Так, я так сделаю А, я кажется, я понял, как Так Вот так значит хватать У вас нельзя хватать Стойте, еда у вас стоит, да? Так Какие-то салаты Что-то в минус к полигонанию Еда у вас Что-то странно Смотрите на меня Я себе поесть выбираю Так, ну готовить я думаю не умею Так, смотри, что Ладно, ладно, давайте, пойдем Не время есть, я знаю Я просто не обеду сегодня А вот кто-то, да Надо как-то пробиться сквозь эту толпу О, у меня пушка есть Так, это что-то тачку А смысл ее пинать? Она так уже взгорела и все Ну это же колеса Это тачка полностью стояла, блять Виво, Куба, Виво Эти вообще по огню бегают Чего тут происходит? Угу Приняем Так неудобно пролезть, а здесь там идеальный лоткинг где перестел, где стреляют, где стреляют, где стреляют так не поняли, тут дерево влажно расставляйте оружие, затем нажмите и держите что вы хотите Я знаю Приятно? Ну-ка, давайте сейчас У меня патроны бесконечные Возьмите Осторожней А где третий? А, вот он Я вообще думал третий вот сидит А, это еще баба Куда у меня стреляет? Где все? Где? Не только кайфы Сейчас так съедут Знаете, это на джин похоже Я не понял Что-то сложили А вот Так, покаяния Спасим Не расходимся, чтобы не разделиться Башня Сюда Кроменик Сюда Нас еще и два Стреляй Сними, отверстия Шевелить Вот так вот просто Фредо, деньги у тебя? А кто нас? Он поднялся обоевали Господи, 2 миллиона, потерять! Так, вот он прикладывается. О, Том! Но, к сожалению, я уже сам научился убирать. Так, а у него патроны есть. У него патроны есть. У него патроны есть. И бесконечные. Чего ты теперь там на колени садишься? Пятый терболик можно взять, да? О, терболик. Только патронов мало. Так, это я так помню. Так, это деньги. Зачем мне просто патроны? Да, у меня патроны есть, если кто-нибудь. Какая-то война нашла. В рамках, в рамках Мафии 2. Какой удар? Так, не понимаю для чего это джин. Ух ты! А, я живой. Чуваки, будьте аккуратней. Не, я чуть взрывом не убил. Пистолет! Ну вообще-то не поставлю. Чуть-то враги. Чуть-то пинают. Ух ты! Мафии! А какой смысл вы пинаете все? А скажи вот пожалуйста, почему вы пинаете вот этот... Вот этот стой? Вива Куба! Вива! Какой смысл? Какой смысл? Знаете, столик. Это столик устроил весь этот пожар или что? Хотя насчет пожара я знал изначально. Я просто в скважину посмотрел. Так, нам надо вступать, да? Так, сейчас. Минутку, сейчас мы пройдем. Ты что, это фигню в кармане что-ли таскаешь? Ну, хотя, в принципе, у меня он вообще из внутреннего кармана пиджака взрывовить достал. Брось его, пойдем. А вот, походу, теперь я стану боссом. Да, я, походу, не ошибся, действительно, боссом. Просто, походу, мы ловим босса должны были вначале убить. Понятно теперь, почему все это было. Все пытаются выбраться. Смотрите, боже, сколько их там. Майкл, сочувствую. Альдо… Альдо… Альдо был в семье. Я помогу. Когда мы вернемся в Нью-Йорк… Убедись, что о его матери позаботились. Окей, Майки. Окей. И что нам делать? Только планы рота насчет Кубы удерживали семьи от большой свары. Куба была нам очень нужна. Что, повстанцы победят? Они победили Фредо. Майкл, скажи, что теперь делать нам, нашей семье, всем нам? При Альдо никто и не думал лезть в Нью-Йорк. Теперь все хотят урвать кусок. В первую очередь, его собственные люди. Стоило это предвидеть. Я никому из них не доверяю. Но тебе я доверяю полностью. Доминик, ты станешь боссом. У тебя будет собственная семья. Думаю, ты можешь взять Нью-Йорк, Доминик. Что скажешь? Да-да, я знаю, я босс. Я босс Нью-Йорка. Сделаю. Я Дона Нью-Йорк. Это, кстати, что-то новенькое. Там я просто играл за обычным пальцем в мафии. А сейчас я буду играть за самого Дона. Это прикольно. Так, Нью-Йорк, Каглеоне 6. Собрали, что было. И сколотили банды. Взяли наши. Это Хайман Ротт из Флориды. Он прикрывает этих мерзавцев. У Розетты никогда не было Каглеоне. А теперь что? Они берут верх, берут соложников. Здесь не обошлось без этого Рота. Франк, Хайман Ротт здесь ни при чем. Майки про Франк. Странный страдатель какой-то. Знаете, он этот похож на стукача. Как будто ментам стучит. Все равно. Расклад такой. Они переключились на строительство. А кормина их на бои без правил. И шлюхами тоже. Это все их Рота. Ты чё? Дудь! Шерева! Надо убить! Убить! Франк! Вот мне кажется, он на такого похож. Франк Пентанжелли. Ты всегда хранил верность семье. Я знаю, Майкл. А не, хотя он верный. Но после Кубы мой бизнес с Хайманом Роттом для меня очень важен. Ты оскорбляешь его и меня. Да. Он для тебя важнее, чем родная кровь. Успокойся, Фрэнки. Еще мой отец вел дела с Хайманом Роттом. Он его уважал. Твой отец вел дела с Хайманом Роттом. Твой отец уважал Хаймана Рота. Но он никогда не доверял Хайману Роту. Все сказал? Хорошо. Доминик, присмотри за братьями Розату. Кормили слабак. И всегда им был. Пошли ему весточку. Докажи мне, что я не ошибся в тебе. О, походу у нас сейчас будет война между семьями. Кстати, это уже интересно. Фрэнк, я разберусь с Кармино Розата. Отдай его мне. Разберешься, конечно, ты босс, а? Кармино придурок. Задницу свою не найдет без посторонней помощи. Но у этого идиота половина Нью-Йорка в кармане. О чем это говорит? Может кто-то играет за него? Так, давайте будем рассудительными. На этот раз я не ошибусь, поэтому... Возможно. Но это не род. Люди Кармино все еще верны ему. Да, верность уважают так или иначе. Даже братья Розата. Для меня это тоже важно, Фрэнк. Сам я Кармино не уберу. Мне нужны люди. Доверенные люди. Можешь посоветовать, кого стоит нанять? Конечно, Доминик. Я приехал сюда с приятелями. Они отличные парни. Проверенные в бою. Думаю, они заслуживают повышения. Если ты возьмешь кого-то в семью, они сочтут это за честь. Так, поймите в семью бойца. Поговорите с ними и узнаете подробности. Выбирайте с умом. Так, мне туда. О, я по ходу себе этих бойцов набираю. Так, ты, я так полагаю, медик. А ты кто? Чё это за махнутая штука? Это пламя? Ты пожарник? Так, давайте... Ты когда-нибудь был в семье? Ты знаешь, что такое уважение? Да, я готов к переменам. Что ты хочешь узнать про меня? Так. Ты нам подходишь сразу такой. Нет, ты не подходишь. Так. Ведь что-то ты умеешь. Правда? Огонь моя жизнь. Обожаю огонь. Поджигаю все, что вижу. Даже полицейский участок жёг, веришь? А, поджигатель. Так. Оружие поджигателя огонь. Это боец способен поджигать легковоспоменяющиеся объекты и таким образом устраивать диверсии, а также расчищать путь к недоступным участкам. Так. Жё... Жё... Жёсткий громилый любит драться в... Так, в рукопашню. Обучился ремеслу поджигателя в банде. Пентан Джея. Так. Поджигатель, я не знаю, пока... Пока мне не нужен поджигатель. То, что ты любишь драться в рукопашню, это очень плохо. Я так предполагаю, у нас будут перестрелки. Так. И кто-то у нас? Я не улыбаюсь и не подлизываюсь. Я делаю дело. Ещё вопросы? Нет. Для нашей семьи ты не годишься. Так прямо сказал. Ну ладно. Так вот, ты походу годишься. Больше же нет никого, да? Только из твоих можно выбрать. Я хотел спросить. То, о чём говорил Фрэнк, ты ему веришь? Насчёт мистера Ротта и братьев Розата? Нет. Фрэнки отличные боятся, но далеко не такой проницательный, как Майк. Мистер Ротт наоборот. Ты нас ни разу не подводил. Ну ладно. Ты знаешь, кто я? Значит, понял, зачем я здесь. Ты ведомник, так? Я слышал, тебе нужен человек. Люди говорят, я приношу деньги. Кстати, а вот ты тут уже сразу на крутого похож. Ты сразу к нам подходишь без всяких вопросов. Ну давайте мы узнаем лучше. Хочешь рассказать о своих талантах? Про медиков редко кто думает. Пока пулю не поймает. А у меня было много довольных клиентов. В каждой команде должен быть медик. Он способен вернуться с того света тяжелораненных бойцов. Так, прекрасный преданный специалист. Научился оказывать первую помощь, ещё будучи в банде Пентан Джелли. Вы что там, все вместе что-то были? Так, ну... Так, что такое лоб? Основная, да? Ну ладно. Так, какой у тебя опыт? У меня есть клиенты, которых я пальцем никогда не трогал. Угроза драки действеннее, чем сама драка. Заставишь чувака поверить, что хочешь сделать тату у него на роже, и он заплатит. Ты мне нравишься. Ты нанимаешь меня? Работаю с радостью. Принят. Добро пожаловать в семью. Я довольно-таки разумный человек, поэтому я возьму медиков команду. Как ты говоришь о медиках никто не думает? А я думаю. Думаю, чтобы там не было подоропись. Хороший партнер. Слышь, ты что тут своему боссу указываешь, а? Я знаю, что мне делать. Так, сейчас. Я хочу погулять по дому. Знаю, что у меня... Блин, дверь. Чё так смотришь? Вы двое отправляйтесь туда и разберитесь с Кармино Розату. Да, так сразу. В другой раз. Ты бьёшь. Я держу. А чё они... Это мой же дом, да? А чё они у меня дома сидят все? Я вас давно не приглашал уходить из моего дома. Чё он славой? Ааа, ненавижу твои не смены. Кто это говорит? Во, ещё пистолет. Так, еда какая-то варится. Суд, наверное. О, борщица. Чё-то как-то странно она подникает. Чё я следующий? Ты... А? Как девочка подметать училась? Когда мы заканчиваем? Ты неправильно подметаешь. А мы уже встречались? Ну, вообще-то я трой босс. О! Пошла протирать. Полотки типа. Ну ладно, теперь ты. Чё у нас на верху? Надеюсь, шеф уйдет сегодня пораньше. Я всё слышу. Молоток! Отлично сработал. Я всё слышу. Чё пелишься? Это мой дом, куда я хочу туда смотрю. Может кому-то это нужно? Это мне нужно. Извини. Что ты хотел сказать? Кто таких тупых домоработниц берёт? На работу. Ну конечно. Я не могу зайти в своём собственном доме в дверь, которую хочу. Ненавижу двойные смены. Так, ну ладно. Думаю, на этом мы закончим эту серию. Всем пока. С вами был Роман Раскольников. Встретимся в следующих сериях. Спасибо за просмотр.